В Евангелии от Луки, и 14 глава, и прочитаем первый стих. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. То есть смотрите, кто его пригласил вкусить хлеба? Начальник. Можно себе представить, какой у него был хлеб. Но представьте, если вас начальник приглашает, приходи, хлеба поедим. Вы прекрасно понимаете, да, что к этому хлебу будет и масло, будет и мясо, будет и икра, будет и рыба, и напитки будут разнообразные, и фрукты будут. Ну начальник как-то, да, все равно. И вот, когда Христос вошел к нему в дом, все за ним наблюдали. Вы знаете, и Христос тоже наблюдал. То есть, ну это тоже так, знаете, когда мы кого-то приглашаем или нас приглашают, все друг за другом наблюдают. Кто что скажет, кто что съест, что ест, что не ест, что пьет, что не пьет. Вот, наблюдает, как салфеткой или у него изо рта там вываливается. Как вилку держит, как ложку. Ну, у меня жена такой, из такой семьи, ложки, вилки. Вот, я только, когда с ней познакомился, понял, что вилка должна быть в левой руке, а нож в правой. Вот, а так все время наоборот. Вот, и вообще считал, зачем нож, если можно все вилкой, а если что, то и ложкой. Да, сломать там. Вот. А недавно там, по-моему, не так давно, пришла одна семья. А я говорю, а вилки, ложки, ножи. А я смотрю, а люди и не знают как. То есть, понимаете, вот, когда мы кого-то приглашаем или нас приглашают, мы все наблюдаем друг за другом. И вот такая же ситуация и там была. Пригласили, и все наблюдали за Иисусом. Но вы знаете, Иисус тоже наблюдал. Давайте мы посмотрим теперь. Вот, седьмой стих. Замечая же, как званные выбирали первые места, Иисус сказал им притчу. То есть, смотрите, Он заметил, что? Он заметил, что, оказывается, не он один был приглашенный. Еще были приглашены и другие люди. И Он заметил одну вещь. Что? Люди за столом выбирали места. И обычно, где бы вы выбрали место? Вот вас пригласил начальник. Где бы вы, какое бы вы выбрали бы вы место? Один брат говорит, надо выбирать место там, где мясо побольше. А кто-то, где выпивки? А вы бы где выбрали? Кто-то бы искал, где начальник? Поближе к начальнику можно так с ним раз покушать и что-то там такое. То есть, выбираем места. И Он заметил, как люди выбирали места. И вот рассказал им притчу. Но, вы знаете, на Востоке очень часто так, как тост. Люди все затихали, внимательно слушали. Я помню, был на одной армянской свадьбе. Нет, день рождения армянское. Это было в Ташкенте. У одного армянина был день рождения. Такой человек был известный. Так там тост 15-20 минут люди рассказывают. Выходят поздравлять, все вот так усыдят. 15. И один тост хлеще другого. Уже целые сказания. И вот Иисус рассказывает притчу. И притча в результате того, что Он заметил, что Он увидел. И Христос мудрый. Знаете, Он умел очень мудро обличать людей. Вроде бы ты притчу рассказываешь, да, ты ни на кого не тычешь пальцем, но все прекрасно понимают, о ком идет речь. И вот Он рассказывает притчу и говорит, когда ты будешь позван. И в этой притче Он показывает или выделяет один из законов Царства Божия. То есть по каким принципам нужно жить человеку, чтобы иметь благословение. И заметьте, все те принципы Царства Божия, о которых Христос говорит, они противоречат нашим обыкновенным или мирским земным понятиям. Потому что по-человечески мы бы правда выбрали места, где мясо, где выпивка и где начальник. А в Царстве Божьем немножко все по-другому. И вот Христос говорит, когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место. И дальше. Почему? Чтобы не случился, чтобы не случился кто из званных, им почетнее тебя. Ты быстренько раз к начальнику подсел, а начальник говорит тебе, слушай, друг, пересядь. Потому что там нужно мне, чтобы мой зам сидел рядом. Ты встаешь с этого места и идешь куда? Туда, где свободно. А обычно, где свободно? Все же лучшее занято, все же садятся. Где свободно? Вон там, иди туда. Вон туда. Возле туалета как раз, вон там есть пару стульев. Христос так рассказывает такую притчу. И людям, я думаю, было неприятно. Тем, которые занимали первые места, им было неприятно. И далее. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. И говорит, как нужно выбирать места. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, выше. Тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою. И дальше, одиннадцатый стих, он раскрывает законы Царства Божьего. Он говорит, если ты будешь сам себя возвышать, Бог тебя унизит. Субтитры создавал DimaTorzok